Почти весь фильм от начала до конца это густая стремительная картинка, которая как будто пытается опередить текст, даже вытеснить его. Актёры временами вызывают сочувствие, потому что выполняют работу, при которой глубокое чувство, сильное переживание. Надо успеть сыграть за пару-тройку секунд. Спрессованный фильм. Фильм-концентрат. Когда мы сдавали, уже делали перезапись, уже финальное. Ну вот посмотрел двухчасовую короткометражку. Двухчасовую короткометражку? Ну, действительно, даже в подробностях, зная картину, летит. Вот за это я уж точно могу быть. Я посмотрел до конца и стал записывать. Приключения, да, фантастика, катастрофа, боевик, драма, мелодрама. Я остановился, потому что я понял, что только на комедию не тянет ваша картина. Всё в одном фильме. Это не кажется случайным. Это похоже на замысел. У нас просто жанра такого нет. Называется он Alien Invasion или вторжение инопланетян. Но то, что она делится на две части и финал, третий акт, это действительно фильм-катастрофа, потому что Москва немножко трансформируется по нашему сценарию. Это так мягко сказать. Да, это не смешение жанров, это, так сказать, составляющие. Но планировали, да, планировали действительно. Всё в одном? Не всё в одном, но очень близко фильм-катастрофа и инопланетное вторжение. Очень близко. Очень близко научная фантастика, не фэнтези, а научная фантастика и драма. Даже мелодрама местами. Ну, как без неё? Это, если даже её нет, надо бы её придумать, чтобы её... Хэкон, инопланетян, персонаж. Вот он, по-моему, заслуживает особого разговора. Самый, наверное, симпатичный персонаж. Хотя и не самый сложный. А может быть, потому и симпатичный, что несложный. Так вот, Ринальд Мухаммедов, да, который играет эту роль, он, я помню, ещё после первой картины говорил, этот персонаж мой, он не из фантастики. Он такой, знаете, из стихов Афанасия Фета, сказал он. А как вы его конструировали, этот образ? Вот, я, наверное, покажу тот путь, который мы прошли, пытаясь создать образ инопланетянина. Потому что, конечно, сначала были... Хотели его изменить. Это были какие-то предложения, это были от странных ушей до светящихся, движущихся татуировок. Зелёный обязательно. Ну, что-то такое, да. Ох, какие были разные предложения по его образам. Мне принципиально важно было, чтобы он выглядел, как мы. Чтобы в определённый момент мы забыли, что это инопланетянин, разговаривали или смотрели на него, как на зеркало. На зеркало отображения себя. Он очень пластичный, текстурно было. Хрупкий, пластичный. А это вообще нужно такой картине было, что он такой хрупкий? Ну, конечно, не хотелось бы, не хотелось бы, очень прямолинейно было бы представлять какого-то большого, так сказать, со сверхспособностями. Вот, поэтому это тоже хороший вопрос. Поэтому, например, в тех сценах, где он противостоял, там показывал свои физические возможности, я говорю, ну, почему? Ну, вот, ударьте его, пропусти удар, будь такой же, как мы. Ты что, ты же, мы же договаривались, я тебе расскажу про твою цивилизацию. Ветки одного дерева, мы просто пошли по пути войны, вы развивались, наверное, по-другому. Но мы одни и те же. Он эту игру принял, меньше было текста, чем вот сейчас. И поэтому вся его психофизика, о-о-о, дальше он все это подарил мне. Федор, еще такой вопрос. Вот как выглядят картины, подобные притяжению и вторжению? С одной стороны, эффекты и трюки. С другой стороны, реальность мягкая, воздушная, не пластичная, ароматичная. Но очень часто из-за перекоса в первую сторону подобные фильмы выглядят такими тяжеловесными, перегруженными, такими нервическими даже, я бы сказал. Вот у вас есть какая-то заданная пропорция на этот счет? Или все идет как идет? Нет, это идет. Ну, может быть, есть хотя бы ощущение, что вот хватит? Есть баланс в сценарии, есть некие ограничения, которые ты ставишь себе на этом пути. Я помню прекрасную историю с нашим автором сценария из моей картины «Сталинград» Илья Тейкиным, который написал одну ремарку. Горела Волга. Горела Волга стоила нам полмиллиона долларов и год в продакшене. Поэтому мы взмолились перед авторами, Олегом Маловичко и Андреем Золотаревым, чтобы полет фантазии не разорил нас. Многое из того, что я представляю сегодня, представлю сегодня зрителю, я не делал до этого. А по поводу баланса, ну, нет рецепта. Это в твоем каком-то ощущении. Ну, а так как это правило все-таки зрительского кино, но это другие немножко правила, другие настройки. Все-таки были фокус-группы. Не факт, что их надо, мнение их надо учитывать на 100%. Но какие-то выводы мы делали. Большая аудитория, другие правила. Спасибо. Спасибо вам.